Торжественные мероприятия, посвященные Дню Чествования Ветеранов Органов Внутренних Дел и Внутренних Войск МВД Республики Беларусь, начались у памятного знака тем, кто добросовестно выполняя свою непростую работу по разоблачению преступников и нарушителей, к сожалению, не вернулся домой к близким и родным. Тем, кто, осознавая всю ответственность своего поступка, отдал жизнь во имя мира благополучия и законности. Подвиги именно таких самоотверженных стражей порядка навечно вписаны в летопись боевой славы милиции и являются наглядным учебником мужества для молодых правоохранителей. Опытными наставниками для тех, кто только начинает свой путь в органах внутренних дел и тех, кто продолжает нести вахту на городских улицах и площадях уже не один десяток лет, являются ветераны. Именно они заложили базу современной правоохранительной школы. Именно они стояли у истоков новой формы борьбы с нарушителями. Я закончил свою службу начальником службы криминальной милиции УВД Брестского областного полкома. Поэтому все то, что раскрывалось годами, все это раскрывали люди, наши сыщики. И в горных отделах, и в управлении внутренних дел. Вот те, которые работали в убойном, как сейчас называют, отделе. Все это раскрывалось с помощью наших людей, с помощью техники криминалистической. Председатели ветеранской организации прекрасные, организованные, опытные люди. Люди, подобрав к себе ветеранский актив, делают все необходимое для сплочения ветеранов. После службы в организациях, для встреч с молодыми сотрудниками, для передачи им своего профессионального опыта. Одновременно ветеранская организация думает о том, чтобы был авторитет у ветеранской организации. Надо собирать по крупицам те положительные формы, которые были в милиции. Всегда помнить, что милиция народная. В праздничный день в актовом зале УВД Брестского облсполкома собралось большое количество гостей. Среди них почетные правоохранители, заслуженные работники милиции. Однако их качественный и количественный состав в этот раз существенно преобразился. Число приглашенных пополнили экс-руководители ведущих подразделений области. Для них была подготовлена выставка вооружения белорусской милиции и летопись становления современных внутренних войск. А в качестве сюрприза – большое количество заслуженных наград и слов признательности. То, что касается работы по взаимодействию с ныне действующими сотрудниками, с молодежью, конечно, это неотъемлемо. На их примерах, конечно, молодежь и учится, как правильно организовывать работу. На их примерах молодежь учится, как общаться с людьми, как общаться с заявителями. Ну и, конечно, учится, как поступать в необходимых ситуациях, именно связанных с непосредственно работой милицейской. Содержание преступников, работа с правонарушителями, ну и, конечно, работа с гражданами. Праздничный концерт завершил большую плеяду торжеств. К слову, его артистами и непосредственными участниками стали сами милиционеры, которые показали, что умеют не только профессионально справляться с преступностью, но и творчески подходить к проведению досуга.